Такие контроллеры лучше программировать на языке C Или каком-то другом языке высокого уровня Ну, C мне ближе лично и лучше, шире поддерживается на всех системах И я говорю, вот смотрите, вот на MSP430 у меня специальная лабораторная работа Одна и та же программа на ассемблер и на C Вот, вот и вот Вот дизассемблер, вот смотрите, вот так оно сделается Уже на переходе в 32-х разрядов я говорю, ну там все, C Вы можете посмотреть на ассемблер Но никто уже не пишет для ARM7 практически Ну, для ARM7 еще писали обработку прерываний на ассемблере А вот для Cortex уже там это не имеет большого смысла Хотя, да, вы можете, если умеете, что-то на ассемблере сделать Ну, когда-то я сам решал какие-то задачи У меня есть была какая-то задача, которую я решал, может быть, не очень профессионально На компьютере я добился там роста производительности за счет нескольких ассемблерных ставок Там на 30% Но не сумел я это сделать носить Цифровые сигнальные процессы Значит, это тоже очень важный момент для нашего класса, для разработчиков Потому что они захватывают то, что мы называем аналоговой обработкой сигналов Вся аудиоаппаратура, аудио, всяческие воспроизведения Микшеры, светомузыки и все такое прочее Сейчас делается на цифровом уровне То есть у нас, понятно, сигнал берется в аналоговой форме Как можно быстрее перевозится в цифру и дальше в процессор И там алгоритм При этом у нас есть отдельный курс Отдельный курс цифровая обработка сигналов Который не опускается в железо А обсуждает проблемы, как проектировать рекурсивные и нерекурсивные фильтры ВПФ, свертки и все прочее Чисто абстрактный курс Ну, там, понятно, есть лабораторный, но чисто алгоритм Да, и, значит, поскольку радиотехнический Сейчас есть понятие СДР Словы уже произносились Произносилось, многие радиоприемники тоже уходят в СДР Сейчас уже есть проекты, вполне реалистичные Где АЦП стоит практически за антрой То есть уже нет даже для Тир-1 На прямой частоте дискретически Мощи много, денег это стоит немного И дальше в цифре работают прямо на несущей частоте То есть классика радиоприемных устройств, которые мы преподавали Она потихоньку теряет смысл при появлении такой элементной базы Интерфейсы передачи данных Значит, вот здесь я на это трачу довольно много времени Подобрав интерфейсы таким образом, чтобы Перекрыть по максимуму то, что мне известно Ну, SPI, UART, понятно, асинхронный, асинхронный вариант CAN, этот вариант с отсутствием адресов Да, забавный, ну, в смысле, отличающийся от других USB, поскольку мы многие делаем устройства Которые подключаются к компьютеру Желательно знать чуть больше, чем просто втык-выток И хотя сейчас есть такие микросхемы Как типа FT232 Которые все это берут на себя Значит, я обучаю студентов От разработки USB устройств Кстати, вот на тех платах, которые я с помощью Юрия Потому что это PIC32 Вот, как вам, USB Ethernet Kits Я вас все время забываю Очень хорошая плата Она маленькая, там есть USB Ethernet И она прямо показывает, что мне очень нравится Такие вот довольно сложные протоколы USB Ethernet Они вроде бы как, мы с нуля-то все это не разрабатываем Но как взять ядро, которое откуда-то взялось Вот эти вот степи И как его привязать к контролю Как его привязать почти к железу Не поднимая при этом операционных систем Всего прочего А именно вот так он может Но про операционные системы я говорю немного И только про реальное время Поскольку здесь Все-таки операционные системы Это больше дело программиста Чем разработчика железа Я сейчас все время говорю о железе Ну и в конце вот есть два важных пункта Помехозащищенность, тестопригодность Помехозащищенность это, пожалуй, единственная часть Из аналоговой техники, которая все-таки нужна Стопроцентно инженерным цифровикам Которые должны знать, что такое импульсная помеха Как противодействовать электростатике Наносекундным помехам То есть где нужно перепланировку Перекомпоновку устройства Где нужно поглотители Где нужно езди Ну эта штука сейчас известна Сюда же входит сведения о том Как, в общем-то, нужно работать с производством В том плане, что Вот та элементная база, которая сейчас производится Она вся боится электростатики Ну, какая-нибудь ДП Причем на какой-то из последних конференций Мне, значит, представил Сейчас я боюсь точно процитировать Разработчик вообще сказал такую вещь Что мы в погоне за скоростью Ну, например, в интерфейсе Вынуждены отказаться от защиты ИСДи внутри Потому что она принесет нам конденсатор Да, еще что-то И мы это возлагаем на плечи разработчиков Вашего уровня То есть вы когда делаете устройство Вот вы и думаете, как защищать А мы просто в даташите напишем Не 150 вольт, а 30 вольт И все Эта тенденция, следовательно, есть Хотя я не ручаюсь за ситуацию Ну и тестопригодность Понятно, что устройство, которое сделали Нужно тестировать Здесь я не хочу сказать Что мы готовим инженеров От ранга, как это назвать Верификаторов или тестировщиков Но, значит, JTAG В интерфейсах, как минимум Они должны, значит, представлять, как использовать И здесь подробно говорим о том Что по-хорошему Хорошие разработчики Они, вот, теперешние устройства Делают так, чтобы их можно было тестировать С минимум затрат Летающие пробники Все это дорого А вот, допустим, если вы умно сделаете И в цепочку соедините все свои плисы Или чего у вас там есть То потом можно ткнуть разъем И протестировать с компьютера Эту, кстати, вещь У нас есть даже лаборатория Научная уже Которая решает эти вопросы Профессионально Есть такое предприятие УКБП Ульяновский конструктор Преборостроения Это один из Я не знаю, трех, что ли Оставшихся у нас Более-менее разработчиков Производители Авионики Вот для МС-21 Еще для чего-то У них эта проблема Они мне говорят примерно так Что вот Проблема, которую мы хотим, чтобы вы решили Мы ее, вроде, решаем Как-то в каком-то виде Это вот мы Делаем какую-то большую плату Вот мы ее сделали Да Вот она все спаяна Там на всех Визуальный контроль Там все пройдено Все нормально Но она не работает Вот что делать Поскольку у нас Там серия Мы ее кидаем в угол И она лежит И у нас там комната Где лежит куча таких плат Значит, они каждая стоят Ну, довольно дорого Но попытка найти в ней дефект Она стойки еще дороже Поэтому у них много вещей Я говорю, ну, вы мне Дайте что-нибудь Зайти сквозь, жмутся Хотя Как-нибудь, ну Она им не нужна Но вытянуть они не могут Или жалко ли Ну, может, там еще какие-то эти Ну, да, им это мы поиграем Не дают Но это я потом, наверное, уговорю И можно будет это использовать Как-то там Какой-то вариант Для пост Вот это вторая часть Курса При этом Есть лабораторный практикум Вот вы можете посмотреть Здесь он не Не так вот, что это все Все проходит Это просто то, что мы предлагаем На разных траекториях Значит, ну, например, есть Вот те, кто вот чисто разработчики Они проходят вот Вот это Вот эти две части Проходят все Эти только разработчики Одного типа Эти только другого Ну, в общем, тут у меня Некоторые варианты Есть у меня еще многоязычная программа Для Инженеров Ну, не инженеров А там, это магистратура Спутниковая навигация Там другой немножко упор Там Очень мощно используется Для целей Цифровой обработки сигналов Реализуются ЛКСДР-логаритмы Тут я не написал Но она тоже есть Вот эти помечены звездочкой Они у меня На этапе Такого Что ли Ну, внедрения Вот Для РТОС-то мы внедрили уже Но вот с ней проблема какая Это вот проблема Кстати, она же СМИПС-ФПДЖ Лабораторная работа Чисто физически Она занимает Какое-то фиксированное время А если, например, у меня Этот МИПС-ФПДЖ Грузится 30 минут Ну, компилируется Чтоб загрузиться То Это Мне тяжело Сделать Студенты отвлекаются Забывают И поехали То же самое РТОС, например Она требует Очень много Ну, не очень много Ну, достаточно много Деталей Которые Не характерны Для разработчиков А вот Чисто для конкретных РТОС Вот этого Там Названий Там Драйверов Утилит И так далее Я пока не нашелся Как это сделать Компактно Чтобы не перегружать Вот детали РТОС Она сегодня Одна, завтра Другая И вот На лабораторной Это Ну Тут это Наверное Моя недоработка Но я как-то Это решу Когда-нибудь Как это дать Но Они у нас Есть Да Я С МИПС И ПИДЖИ Одна из проблем Это Если вы пытаетесь Пососледовать Стандартному Пакету Который Вот Тем лабораторкам Которые мы переводили Если будете Исследовать То Вы получили Действительно Нечто Неэффективное Я готов Обсудить Проблемы У меня Дошло До Уплённых Трениц Значит Сары Харрис То есть Когда я В конечном итоге Делал Реальность Семинари Еще в 2015 Году Потом В прошлом году И в последнее время То Я просто Сделал Свой Набор Лабораторных И Как вот Вы помните Свой способ Загрузки Через ЮАрт Программ Вот Я просто Там То есть Она Например Вначале Дает В качестве Упражнения Работу MIPS FPGA С Хардкодом Программы Потом Это Нужно Снова Пересекинтезировать С точки зрения Это Трата Времени Которая Абсолютно Бессмысленно Она Ничему Не Учит Вообще Вот И Реально Нужно Делать Синтез Только Вот Один Раз И После Чего Загружать Туда Программы Вот Через Через ЮАрт И Делать Разные Эксперименты То есть Все это Можно сделать Значительно Более Эффективно Вопрос В чем Вот Здесь Я сразу Обсудить Я готов Вы знаете С большим Удовольствием Вот Не Забудем Концепт Я Готовлю Неразработчиков Процессов Понимаете И поэтому У меня НИПС FPGA Вообще В принципе Как Там Гениальный Процессор Не так Важен Как Лабораторная Работа Мне важна Какая Как сейчас Модно Говорить И в стандартах Это прописано Компетенция Мне важна Компетенция Использования Софт Процессора То есть Что есть ПЛИС Вы туда Загоняете Ядро И к ядру Умеете Сами Сделать Своё Периферийное Устройство Сделать Теоретически Умеют Когда Они сделали Его Вообще В принципе Цифровую схему На ПЛИС Задача Сопряжения То есть Как сделать Так Чтобы Оно Туда Вошло Как Сделать Это Как Написать Может Свою Там Какую То Вернее Вписать Там Его Чтобы Он Проецировался В память Или В регистр Вот Эта Часть Но Не Очень Глубоко У У меня Есть И Другой Заход Я Могу Взять Какой То Ядро Ну Допустим Тот же Cortex-M1 Например Да И еще Что В таком Духе Мне В этом Смысле MIPS FPGA Для них Не так Важно Потому что Он MIPS Вот Также Может Здесь Есть Интерес Который Я Попытался Это Сейчас Проделать Но У меня Не Получается Это В Лабораторку Может Если Я Работал В МГУ На Высшее ВМК Легче Пошло У меня Тоже Студенты Своего Класса Я С ними Вынужден Работать А Я Других Допустим В том же Цинке Там же Есть Cortex-A9 Его Можно К нему Что-то Присомачить Это Тоже Компетенция Такая Специфическая Но Это Не Так Просто В Лабораторке Сделать Не Так Просто Я Просто Предлагаю Посмотреть На Мой Вариант Лабораторный Который Использовал Просто Везде Я В конце Средства Чисто Из Практики Вот Для Сарик Харьков Делать Просто Лень Она Просто Занята Многими Другими Вещами Я Просто На Практике Отработал Сценарий Когда Это Делается Достаточно Просто Ну Наверное Я И Там Есть Пример С Интеграцией Датчика Освещения Где Просто Проводится По Шагам Как Интегрировать Как Поместить Устройство Сейчас Показывает Собственно Станислав Живнев Вот И Там Умеется Некая Простая Процедура После Которой Студенты Могут Понять Как Интегрировать Их Устройство А Потом Можно Сделать У Студентов Индивидуальные Проекты Вот Я Даже Это Делаю Вот Значит В Киевском Университете Видя В Киевском Политетическом Институте Видя Хакатона Где Они Просто Сели И Используя Предыдущий Пример По Датчику Освещения Зади Интерзировали Разные Другие Устройства То есть У меня Есть Просто Дюжина Разных Устройств Потенциометры Всякие Длинномерки Там Все Эти Значит SPI I2C И Разные И Разные Другие Протоколы Для которых Можно Написать Маленький Модуль То есть Длиной В одну Страницу В Лог Код И по Шагам Пройтись Где Его Присоединить Как Изменить Софер Как Изменить Хардвер То есть Надо Просто Выбрать Время Сесть Заняться Если У меня Получится У самого Это Сделать За Полчаса То Легко Я Просто Говорил О том Что Вам Нужно Для Брать Инструкции Которые Вот Сдел Я И Которые Уже Переведили Даже На Русский Язык Энтузиасты По Английски Я Всех Дал С С Для Интеграции Для В Мипс Печей Два Ноль Но Дарь Она Не Хочет Менять Свой Код Который Написали Для Один Ноль И Хочет Мой Код Иметь В Каче Привеска К Е Коду То Она Невзира Просто Значит Переписанный Код Она Выбрала Только Модули Которые Настойчиво Требовали Преподаватели То Не Требовали Чтобы Не Использовали Это Уратский Бас Бластер А Чтобы Использовать Просто UI Код Который Есть Там В Nexus 4 В DDR И Также Преподаватели Хотели Посмотреть Там Как Работают Двери Кэши Вам Эту Часть Не Нужна Но Просто Я Говорю О том Что Такие Не Хотелось Переписывать Свой Старый Код Вообще Я Хотелось Просто Добавить Чуть Поверх Том Результат Получился Который У нее Могли Быть Методические Соворожения У нее Могли Быть Но Я Просто Смотрел На нее Я Готов С ними Поспорить Но Ваша Независимая Оценка Мне Тоже Была Интересна Что Взять Ее Пример Потом Взять Мой Пример Их Сравнить И Сказать Что Готово Как Вы Закриваю Время Дану Давайте Я Сейчас Зарешу Это Бранцесс Еще Один Момент Который Мы Широко Применяем Это Дистанционное Обучение Вообще С дистанционным Обучением Эта Штука Очень Такая Это Хорошая Вещь Но Ее Надо Использовать Очень Аккуратно Ну Вот Здесь Просто Для Примера Это У Меня Фрагмент Взял Из Какого Курса По Своему Устройству Это Система Муду Так Называем Значит В ней У меня Выложены Все Лекции Все Вопросы Для подготовки К лабораторам Методичка По которой Можно Что-то Сделать И Тесты Тесты Вообще Написать Это Тоже Очень Непросто Да Это Такие Тесты Которые Еще Не требовали Чтобы Я Все Время Там Участвовал Чтобы Машина Сама Проверяла И Еще Надо Учесть Что У студентов У них Есть Неистребимая Тяга Списать Правильно Поэтому Тесты Должны Быть Такие Чтобы Это Так Просто Не Получалось Хотя Я Не Могу Гарантировать Что Это Невозможно Но Хотя Усложнить Эту Ситуацию И Многие Вещи Но Тем Неменье Я Сделал По Тому По Другому Там Муду Позволяет Сделать Такой Тест Что Там Ответ Будет Получаться Так Своеобразный Такой АЦП Да Простая Задачка На вход Подано Три вольта Опорная Такой Какой Код Подан Значит Я Сгенерировал Тридцать Вариантов У каждого Из них Индивидуальные Напряжения Он Все Так Должен Просчитать Это Я Простой Пример Там Есть Посложнение Значит Все Вот Это Здесь Есть Им Эти Студенты Значит Пользуются Я Могу Вот Да Кстати Задачи Вот Так Они Выглядят То есть Сюда Вбивается Цифра Не просто Там Выбери Правильный Ответ Как бы Ну Невозможно Совсем Без Интеллектуальных Усилий Хотя У меня Находились Студенты Которые Что Тоже Наверное Имеет Свой Педагогический Эффект Они Все Таки Не Упорно Это Упрямство Он Вместо Того Чтобы Изучить Суть Дела Он Значит Каким Эмпирическим Путем Эту Формул Вычислил Ее Значит Я не знаю То ли Продавался Вжелающем То ли Так Сообщал В итоге Они Значит Там Это Ну Ее Выдавали Такой Фокус Был Но Это Я Тоже Уважаю То есть У него Какой-то Хакерский Подход Ну Я Не думаю Что Он Взломал Это Ну Может Конечно Но Такой Фокус Был Они Вычислили Алгоритм И Какая-то Часть Студентов Вообще Не понимая Чего Туда Вбивала Но Это Исключение Из правил Все-таки Это Не Получается Я Могу Отследить С Этим Удлом Вообще Всю Активность Студента Вот Я В Конкретный Студент Хусай Фрифат Вот У меня Микроконтроллер В пятницу Посмотрел Там Столько Часов Чего-то Это Потом Делал Тест Значит Если Он Ничего Никуда Не смотрел А Только Сделал Тест Это У меня Наверят Некоторые Подозрения А Если Он Еще Тест Прошел За Одну Минуту Это Мне Еще Подозрения Наверят Поэтому Я Могу В таком Уровне Проконтролировать Они Знают Что В этом Знают Я С самого Начало Значит Я Спасибо Я Еще Один Такой Тезис Обсужу Я Все С самого Открыл Открыто Будет Так Работа Хорошо Работает Те Кто Будут Все Сделают Тест Честно Благородный Вовремя А Там Еще Тоже Там Нельзя Вмир Тест И Все Сделать За Одну Ночь Они Размазывают То есть Первая Тема Началась Сентября Сейчас Я Уехал У них Тест Висит До Тридцатого Сентября После Тридцатого Уже Он Не Открывается Все Значит Я Заниматься В сентябре А не В декабре Тридцатого Ну вот Могут Да Это факт Конечно Что они Большая часть Будет Тридцатого Там Ну даже Такой Фокус Там Этот сервер Ну это Кто-то Я же Не Система Мир Министр У него Почему-то Время По Москве А у меня Время По Самаре А там У меня Он Не Просто А он 23.55 Закрывается Меня Возмущается Че Это Я Зашел А он Закрылся Знач От того Время Этот фокус Был Но Здесь Надо Понять Бесполезно Воевать С ветряными Мельницами Студенты Ну по крайней Мере В России Вот сколько Они В советское Время И сейчас Они все равно Будут Какая-то Часть Довольно Большая Искать Облегчение Жизни Здесь Я подхожу К последнему Части Которую Я хочу Рассказить Это Курсовые Работы Проекты Значит У нас Там Есть Курсовая Работа Причем В некоторых Курсах Они Разные И вот У меня Есть Такая Проблема Значит Я Выдаю Задание Я Специально Говорю Задание Функциональное Вот Мой Предшественник Он Задание Формулировал Так Разработать Систему На Процессоре 80 80 Давно Значит Которая Имеет А 2 Чилобайта Памяти 3 Порта 4 Таймер И так Дальше То есть Функционал У него Не Был Он Просто Разрабатывал Как По Составу У меня Задание Не Такие У меня Задание Разработать Измеритель Напряжение Тока Формирователь Сигнал Еще Что Я Говорю Ребята Можете Использовать Что Хотите Любой Процессор Я Учу У вас Там На Выбор 4 Процессора Хотите Делать На ДСП Делайте Ну Наверное Если Вы Сделаете На На Я Не Знаю На Пенсиум Я Наверное Буду Сдавать Вопросы О Средосообразности Но В целом Я Не Ограничил Этим Я Загнул Себя В Ловушку Какую Значит Я Уже Вычислил Этого Человека Он Недалеко От Университета Он Значит Несмотря На То Что Я Меняю Задание Он Хороший Инженер И Он Любитель Отлова И Он Все Процесс Несут С Этим А Ну Я С Одной С Прилетствовать Желание Студента Изучить Еще Какой Процесс С Другой С Уже Точно Знаю По Стилу И По Ошибкам Я Эти Ошибки Исправляю Надо Одна Должна Этот Инженер Он С Нем Работает С Этим Студент Не Просто Продает То Я Даю Ошибки Он Возвращается Исправляет Эти Ошибки Все Но И Его Тоже Не Повышается Я Здесь Ничего Не Могу Сделать Если У Студента Есть Четкое Устремление Что Там Только Лохи Учат Курсы А Надо Его Купить Ну Тут Ничего Нельзя Сделать Вы Сами Знаете Везде Вся Объявление Поможем Решение Курсовых Рефератов Ну Это Рынок Образовательный С Магистранты Магистранты Это Тоже Отдельная Добавляя Точка Когда Они В общем Слепно Скопировали Систему Бакалаврию Магистр Они Что Думали Что Вот Есть У Меня Какой-то Контингент Студентов Они Какого-то Среднего Качества Есть Звездочки Есть Никакие Есть Чего-то Что После Бакалавриата А Те Которые Учиться Надоело Они Уйдут И Освободят Вас От Своего Присутствия А Останутся Сплошные Звездочки И Они Будут Двигать Науку Там Решают Магнете Ага Они Все Устраиваются Работать И У Нас Магистратура Получается Вечернее Обучение Потому Что Если Им Поставить Днем Они Не Придут Ну Не Буду Там Особо Долго Рассказывать В общем Вот Эта Ситуация Есть И Нам Приходится Жить С Звездочки Есть Все Есть Но Не знаю Как Хотелось Я Им Вообще Говорю Ребята Вот У вас Крусовой У них Кстати Крусовой Специальный Утежный Эксперимент Второй Год Делают Все Написи У нас Есть Эта Плата На Спартане Как Она Спартане Шестом Вот Нексис Чет Три По Вот Задача Если Вы Найдете Где Нибудь Я Сразу Это Открыто Говорим Решение И Приспособить Его Под Конкретную Задачу Значит Это Проходит То есть Можете Не Прятаться Можете Мне Дать Ссылку С самого Начала Но Вы Должны Разобраться Объяснить Все Такое Прочее То есть Все Изложить В конце Концов Умение Не Изобретать Велосипед А найти Хороший Прототип Разумный Его Приспособить Это Тоже Компетенция Как Все Согласятся Но Изобретение Велосипедов Уже Не Так Актуально Хотя С другой Стороны В нашей Концепции Образования Конечно Мы бы хотели Чтобы Они Сами Все Огромлены Сухами Но Я Как Говорил Предпочитаю С ветряными Мерницами Бороться По минимуму А приспособить Их Под Свои Условия Вот Я Это Решил Так И Действительно Какое-то Количество Людей Вот Они Открыли Уже Там Вот И Сайт Дигелер Динг На Котором Готовы Примеры Они Берут Я Специально Задание Дал Такие Предвиденные Ситуации Не Совпадают До Последнего Светодиода И Специальные Задания Даны Достаточно Сложными Чтобы Так Просто Сходу Не Решить Даже У вас Толинод Опыт Если Близ На Это Уйдет Даже Не Один Два Дня Чтобы Просто Это Нормально Сделать Я Не Требую Каких-то Слок Испытаний Или Чего-то Но Это Непросто Есть Там Задача Но С Тем Чтобы Взять И Доработать Это Уйдет В чужом Ходе Разбираться Сами Знаете Тоже Задача Интересна Вот Наверное Так У меня Проходит Образование Если Есть Какие-то Вопросы Соображения Я готов Отвечать Отсуждать Время Вроде Щуки Значит Тут Немножко По-разному Сделано Вот Смотрите У меня Есть Специальность Радиотехника У них Этот Курс Занимает Три Семесстра Начинать С какого С третьего Причем Так Вот Сейчас Те Кто Сейчас На третий Курс Перешли Они Начинают Изучать Вот Это Там Это Не я Преподаю Этот Курс И Они Изучают В первом Семестре Ну Примерно Вот Это Лист На них Это Первый Семестр То есть Они Начинают С нуля У них За плечами Ну Что Электротехника И То Что У нас Называется Радиотехнической Цепи Сигнала Где Они Знают Что Такой Спектр Там Свертка Ну Примерно Там Примерно Все Знают Что Такой Транзистор Там Переход Какие Токи Модели Вот Это Должны Знать Вот Они Имеют Вот Это Дальше Второй Курс У них Второй Семестр Третьего Курса Начинается Вот С этого И Захватывает Вот Все Что Здесь Нарисован На Последнем А Неправильно Сказал Начинается С Сплисов И Захватывает Вот Это Второй Семестр Третьего Курса Первое Семестр Была Только Цифра На Втором Семестр Приз И Восьми Разрядные Микроконтроллеры С 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